Этим праздником мы обязаны февралю 1918 года солдатам и рабочим, плечом к плечу, вставшим на защиту революционного Петрограда. Они остановили немецкое наступление, а день, когда был издан декрет о создании рабочей крестьянской армии, стал красной датой календаря. В феврале 2024 в условиях специальной военной операции День защитника Отечества обретает особый смысл и особое значение. В единстве наша победа, наша сила и снова наша армия одержит победу. Ну а главное, чтобы был крепкий тыл, была поддержка всей страны, всего народа. Поэтому сегодня мы проводим митинг в поддержку нашей армии, поддержку нашего президента, верховного главнокомандующего Владимира Путина. И, конечно, в поддержку наших земляков, которые героически выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. Россия всегда славилась своими героями. Защищать страну, защищать покой, мир, родных и близких – это святой долг каждого мужчины. Спасибо всем тем парням, которые отсюда, из республики, пошли служить на СССР и там с честью выполняют свой долг. Мужество, любовь к родине, самоотверженность – это те качества, которые помогают добиваться высоких целей, которые ставит перед нами президент. Друзья, с праздником вас всех! С Днем защитника Отечества! У каждого праздника свои традиции. Есть они и у февральского Дня защитника Отечества. В их числе – конные скачки на заснеженном ипподроме и казачьи песни, способные растопить любой зимний лед. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!